Вот наш доклад, который, я надеюсь, вы уже посмотрели или открыли, как минимум. Я расскажу минимум о трех технических аспектах, которые необходимо будет сделать Росатому, если он захочет запускать Запорожскую АЭС. Эти три аспекта, те, которые мы можем как-то проанализировать, по которым у нас есть какая-то информация для анализа, и мы можем сделать какие-то выводы. Это обеспечение водой, водоснабжение атомной станции, необходимая вода для охлаждения блоков. Это подключение ее к электросетям, и третий это вопрос перегрузки топлива. Для начала давайте посмотрим на водоснабжение станции. Это картинка атомной станции. Вы видите энергоблоки ЗАЭС относительно небольшие по сравнению с тем огромным прудом охладителем, который рядом с ним. И это как раз та система водоснабжения, которая обязательно нужна для атомной станции, как и любой тепловой станции, для которой нужно отводить тепло для работы энергоблоков. Примерно треть энергии, которая вырабатывается в ядерном реакторе, преобразуется в итоге в электроэнергию, которая является конечным продуктом. Но две трети генерируемого тепла необходимо отводить. И вот система водоснабжения как раз предназначена для отвода этого тепла. Вот в обычном режиме до войны вот этот пруд охладитель как раз за счет испарения воды со своей большой поверхности, более 8 квадратных километров, это тепло и отводилось. Более 12 тысяч мегаватт. Это приводило к тому, что ежедневно с этого пруда испарялось порядка 200 тысяч кубометров. То есть это огромное водопотребление. Естественно, что в текущих условиях, когда тем более год назад Каховское водохранилище перестало быть водохранилищем, пополнять этот пруд практически невозможно, очень сложно. Поэтому в текущих условиях, конечно, атомная станция не может работать, пока не будут решены вот эти вопросы подвода воды. Здесь также я обращу ваше внимание на то, что вот здесь есть цифры водопотребления в режиме, когда атомная станция работала на полной мощности, в 6 энергоблоков, в 6 гигаватт электроэнергии. И потребление воды было порядка миллиона кубометров в день. Из них только примерно 20% уходили на испарение. Остальная вода, по сути, проходила сквозь этот пруд охладитель, обновляла частично в нем воду. Это тоже необходимый процесс, чтобы уровень минерализации не поднимался очень высоко. Поэтому воды нужно очень много, но не вся часть этой воды, большая часть этой воды, она просто проходит через пруд охладитель. В текущем режиме уже с сентября 2022 года последние энергоблоки заглушены. И сейчас все энергоблоки станции находятся в холодном останове. Какое-то время они были в горячем останове, когда вырабатывали пар для нужд самой станции или города Энергодара. Но сейчас, к счастью, они все находятся в наиболее безопасном состоянии из текущих возможных в холодном останове. В таком режиме реакторы не вырабатывают тепло, но ядерное топливо, которое находится внутри реакторов и в бассейнах выдержки, внутри реакторных отделений, до сих пор выделяет небольшое количество тепла за счет распада радионуклидов, и его нужно отводить. Оно отводится уже не за счет этого большого прудоохладителя, а за счет системы брызгальных бассейнов. На этой картинке они показаны внизу. И сейчас Россия и Росатом организовали там систему, пробурили несколько скважин, поскольку брать из Каховского водохранилища воду невозможно. Но пробурены 11 скважин, и они на самом деле обеспечивают потребности станции в воде в текущем режиме. Вот можете посмотреть, это результаты нашего анализа по цифрам, то есть потребность в воде порядка 1-2 тысяч кубометров в сутки в режиме холодного либо горячего останова. И 11 скважин дают примерно в 3 раза больше необходимого, то есть запасов воды для текущего режима более чем достаточно. Однако прудохладитель остается, он не осушился, как в Каховское водохранилище, он отделен от него дамбой и системой шлюзов, но тем не менее вода с него испаряется, и он постепенно осушается. Вот за прошедший год с осушения Каховского водохранилища уровень воды упал почти на полтора метра. Можно посмотреть на спутниковых снимках, как осушились прямо внутренние берега этого прудоохладителя. Это график как раз падения уровня воды в прудоохладителе. Оранжевые столбики это теплые месяцы, лето, весна и ранняя осень. Видно, что испарение как раз в эти периоды максимально. Зимой синие столбики, оно минимально. Тем не менее мы видим, что система скважин не позволяет не то что запустить атомную станцию, но даже поддерживать уровень воды в прудоохладителе. Нужно ли его поддерживать? Это на самом деле отдельный вопрос, который тоже рассмотрим в докладе, но сейчас я не буду на нем останавливаться. Здесь тоже указаны цифры. Потребность станции в текущем режиме для охлаждения, сколько дают 11 скважин, и уровень воды, которая испаряется ежедневно с прудоохладителя, порядка 60 тысяч кубометров. Естественно, никакие скважины это покрыть не могут, и прудоохладитель постепенно испаряется. Что же делает Россия? Уже заявлено, было несколько заявлений, в том числе официальная нота в МАГАТЭ со стороны России о намерениях России построить новую насосную станцию. Как раз аргументация такая, что для подпитки прудоохладителя. Дается лишь цифра примерно 18 тысяч кубометров в сутки. Мощность этой будущей станции, которую собираются построить, собирается построить Росатом. Неизвестно, где ее будет строить. Здесь мы на этом спутниковом снимке описываем, и в нашем докладе описываем, два возможных потенциальных места, где Росатом может построить, которые могут быть технически наиболее удобны для расположения такой площадки. В этих местах мы, кстати, согласны с предположениями Greenpeace, которые они высказали в мае, когда тоже анализировали, предполагали те же два места расположения станции. То есть здесь на снимке также видно, что на месте Каховского водохранилища проявились и образовались старые русла Днепра, реки Днепр, и его левого притока реки Конки, из которой, собственно, сейчас потенциально и будет забираться вода, где планирует Росатом построить насосную станцию. Давайте подробнее посмотрим на два этих места. Первое из них, это на самом деле место штатного водозабора, где до войны, до осушения Каховского водохранилища и поступала вода в общую гидротехническую систему и Запорожской атомной станции, и Запорожской тепловой электростанции, которая находится рядом. У них общая гидросистема. Вот здесь видно на спутниках, это место штатного водозабора, как оно осушилось, мы видим подробно. Вот слева внизу можно даже увидеть конкретно трубу, по которой поступала вода из Каховского водохранилища, а теперь она находится в центре русла реки Конка, и видно, что она тоже осушена, она находится над уровнем воды, и естественно в таком режиме она работать не может. Тем не менее, где-то в этом районе вполне возможно расположить новую насосную станцию, чтобы задействовать существующую инфраструктуру и подавать воду из этого русла реки Конки в гидротехническую систему и пользоваться дальше уже всеми шлюзами, которые есть для регулирования и подачи воды в прудохладитель. Также важный момент здесь красным обведены на этих снимках, на более четких уже приближенных снимках, видны огромное количество траншей и огневых позиций военных. Как Александр Костанович сказал, атомная станция заминирована по периметру, естественно, она находится практически на линии фронта, естественно, российские войска превратили ее в укрепленные районы, укрепленную базу и вокруг не только на самой станции находятся военные, но и вокруг нее, конечно, организована система обороны и это четко видно по нашим спутникам, в том числе в тех районах, где может потенциально располагаться новая насосная станция. Это важно в том числе потому, что, скорее всего, из-за этого инспекторов МАГАТЭ могут не водить в эти районы, чтобы не открывать перед ними расположение каких-то военных сил. Поэтому контроль со стороны МАГАТЭ за потенциальным будущим строительством насосной станции может быть очень и очень ограничен. Он уже очень ограничен, им далеко не все показывают на самой станции, но там, где будут конкретно военные, скорее всего, их тоже водить будут с еще большими ограничениями. Второе место – это не штатное место водозабора, а вблизи пруда охладителя. Справа вверху видно более общий вид на картинку, на пруд охладитель. Вот с его северной части как раз подходит старое русло реки Конки. То есть здесь большой объем воды. Слева внизу на более приближенном спутниковом снимке можно увидеть примерно 300 метров ширина этого русла. Вполне возможно отсюда брать воду и напрямую подавать его либо в пруд охладитель, либо в систему каналов, которые есть на его дамбе. И здесь точно так же мы видим места, организованные места траншей и военных позиций. Возможно, какие-то из них – это часть строительных работ в подготовке насосной станции. Мы точно этого не знаем, но на самом деле мы не видим пока по спутниковым снимкам каких-то уже реальных больших масштабных работ по строительству этой новой насосной станции. Тем не менее, мы предполагаем, что вполне можно будет ее построить до конца года и решить вопрос с водоснабжением Запорожской АЭС в текущем состоянии. Если сделать оценки и анализ тех цифр, которые озвучены, то есть мощности этой станции, то мы понимаем, что ее будет вполне достаточно, чтобы обеспечить запуск как минимум одного энергоблока в жаркое время года. Это летом и весной, и осенью, и до трех блоков в зимнее время года. Здесь показаны общие выводы по водоснабжению. Как я сказал, в текущем режиме воды хватает. Та станция, которая заявлена Россией, она позволит подпитывать прудохладитель, но заявленная мощность гораздо больше, чем нужно для подпитки прудохладителя. Поэтому это может быть потенциальный шаг для запуска от одного до трех блоков атомной станции. Ну и, как я сказал, доступ МАГАТЭ к этим потенциальным местам строительства может быть очень ограничен. Второй важный аспект касается подключения атомной станции к электросетям. Потому что, естественно, при ее запуске эту электроэнергию куда-то надо будет выдавать. И какие тут есть технические возможности или ограничения, это важно анализировать. И, как показывает наш анализ, это на самом деле даже большая проблема, чем вопрос водоснабжения. На этом слайде показана система связи Запорожской АЭС и соседней Запорожской тепловой станции с электросетями Украины. Я напомню, что Запорожская АЭС это крупнейшая атомная станция Европы. Соответственно, для выдачи всей этой огромной мощности она связана с энергосетью очень разветвленной системой линии электропередач, как высокого напряжения, 750 кВт. Здесь мы видим Запорожскую станцию слева, а рядом огромное сооружение тоже по площади. Это как раз открытое распредустройство высокого напряжения, 750 кВт, по которому и выдавалось основной объем мощности Запорожской станции. Рядом есть Запорожская АЭС, и ее распредустройство также используется для связи завес с энергосистемой, для выдачи ее мощности, но сейчас, как я сказал, с сентября 2022 года станция не вырабатывает электроэнергию, она наоборот ее потребляет для работы своих систем безопасности. Поэтому эта связь с энергосистемой сейчас нужна для того, чтобы просто поддерживать станцию в безопасном состоянии. Из всех этих огромного количества этих сетей сейчас работают по большому счету только три линии. Вот те, которые вверху идут на север, на другую сторону Днепра, на территорию, которая контролируется Украиной, то есть через линию фронта. Это линия на 750 кВт на подстанцию Днепровская, и две линии на 330 кВт, ферросплавная 1 и ферросплавная 2, которые идут недалеко на соседний берег в Никополь. Остальные линии электропередач не работают, но они как раз идут большей частью на оккупированные территории, и они могут заработать только когда Россия переподключит Запорожскую АЭС к своей энергосистеме, оккупированных территорий, которая подключена к энергосистеме России, и сможет выдавать по ним уже мощность к себе. Либо она может попытаться отключить те сети, которыми до сих пор Запорожская АЭС связана с украинской энергосистемой, и получает оттуда энергию с огромными проблемами. Более восьми раз за два года оккупации Запорожская АЭС оказывалась в условиях полностью отключенной от энергосистемы, и она работала за счет аварийных дизель-генераторов. Поэтому Россия вполне может попытаться переподключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме, объясняя это вопросами безопасности, чтобы сделать энергоснабжение атомной станции в текущих условиях просто более надежным. Так она может это объяснять, и даже за счет этого получить возможно, ну если не одобрение МАГАТЭ, то не получить каких-то серьезных возражений. То есть это можно сделать даже без попытки запуска Запорожской атомной станции. Но естественно, если ее запускать, то Россия будет переподключать АЭС к своей энергосистеме. Потому что мы видим, что за два года войны Россия систематически и методично пытается уничтожать украинскую энергосистему. Естественно, она не будет запускать Запорожскую АЭС для того, чтобы отправлять энергию в сторону Украины. Она будет отправлять ее только в сторону оккупированных территорий или возможно самой России. Ключевой момент для переключения Запорожской АЭС к энергосистеме оккупированных территорий, это открытое распредустройство Запорожской ТЭС на 330 кВ. Россия сама в нескольких своих сообщениях в МАГАТЭ указывала, что она проводит там ремонтные работы, и что именно эта подстанция необходима будет для переподключения ЗАЭС к российской энергосистеме. Мы видим по спутниковым снимкам и другой информации, что на этой подстанции действительно с осени прошлого года, с осени 2023 года, ведутся ремонтные восстановительные работы. И возможно эти работы как раз связаны с тем, что Россия после их завершения попытается переподключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. Судя по ходу работ, они могут быть завершены вполне и до конца этого лета. Так что процесс переключения может случиться уже в ближайшие месяцы. Если посмотреть на более широкую картинку, на всю энергосистему оккупированных территорий, то можно попробовать проанализировать, а куда будет выдаваться энергия от Запорожской АЭС, если Россия попробует ее перезапустить. И здесь мы тоже видим ряд серьезных ограничений. Как мы видим, зеленые линии на 750 кВт, которые позволяют выдавать основную мощность, наибольший объем мощности. Многие из них ведут либо в сторону Украины, либо в сторону... Ну то есть из них только две ведут на оккупированной территории. Одна в сторону Крыма и Новой Каховки на 750 кВт и одна в сторону Мариуполя. Мы можем проанализировать, какую мощность могут передавать эти линии электропередач и видим, что на самом деле тут есть такие бутылочные горлышки, скажем так, и ограничения. В сторону Крыма Запорожская АЭС можно будет выдать по этим линиям либо до 1000 мегаватт по вот этой линии 750 кВт, но она практически тоже находится на линии фронта и ее будет довольно просто... Если она до сих пор функционирует, что еще под большим вопросом, если она и функционирует, то ее легко будет вывести из строя. Поэтому эта линия практически недоступна для России для использования. Есть линия меньшего напряжения, на 330 кВт в сторону Крыма через Мелитополь, но по ним можно будет передавать всего лишь не больше 400 мегаватт. И в сторону Донбасса, и дальше в сторону уже России тоже не больше 400 мегаватт можно будет передать по этим линиям электропередач. Есть также ограничения по потребностям. На самом деле передать в Крым можно много, но потребности Крыма не превышают 300 мегаватт. Это как раз та мощность, которая сейчас поступает туда со стороны России. Все остальное Крым генерирует на своей территории почти 80%. Поэтому потребности Крыма в электроэнергии небольшие. Нет смысла передавать туда много энергии из Запорожской АЭС. И такая же проблема есть на самом деле для всех остальных оккупированных территорий. Мы проанализировали заявления и Росатома, и Минэнерго России. До 70% электроэнергии на оккупированных территориях вырабатывается станциями, которые работают на них. И всего лишь 600 мегаватт мощности поступает со стороны России. То есть суммарные потребности мощности в электроэнергии, которые можно выдать с Запорожской АЭС, либо с другого источника на оккупированной территории, те потребности, которые нужно закрыть, они на самом деле не превышают мощности всего одного блока Запорожской АЭС. Поэтому запускать больше одного блока нет смысла вообще никакого даже теоретически, потому что эту энергию просто будет некуда девать. Но даже если запустить всего один блок мощностью 1000 мегаватт, это будут большие проблемы, потому что это будет самый крупный источник электроэнергии на оккупированных территориях. Его будет сложно балансировать. В случае каких-то обрывов энергосетей его будет нечем заменить. Ну не говоря уже о том, что любой аварийный останов этого блока будет тоже вызывать свои дополнительные ядерные риски. Помимо того, что это будет запуск энергоблока на линии фронта. Вот общие анализы. Собственно, я об этом и сказал сейчас уже, что технически больше одного блока запускать нет смысла, потому что энергию отдавать некуда. Важно здесь также отметить, что, как я сказал, переподключение АЭС к российской энергосистеме может объясняться Росатомам попытками повысить безопасность АЭС. Контроль со стороны МАГАТЭ может быть точно так же ограничен. И это можно будет сделать уже в ближайшем месяце. Россия может попытаться это сделать в ближайшем месяце, даже без запуска станции. Третий вопрос касается перегрузки ядерного топлива. Естественно, чтобы запустить ядерный реактор, вам нужно, чтобы в нем было достаточное количество свежего ядерного топлива. Как Александр Константинович сказал, на Запорожской АЭС используется смешанное топливо и российское, и американское, компания Вестенгаус. Украина уже давно, не первое десятилетие, занимается программой по переходу с российского топлива на американское, компания Вестенгаус. И Запорожская АЭС один из пионеров этого перехода. В девятнадцатом году один из блоков, пятый блок Запорожской АЭС, уже был полностью переведен на полную загрузку американским топливом. В трех блоках до сих пор используются смешанные зоны. Там есть и российское топливо, и американское. И только два блока, как работали на российском топливе, так и продолжают на нем работать. То есть оно там находится. Два года, конечно, блоки не работают. Это второй и шестой блоки. На самом деле большой вопрос. Уже два года эти блоки находятся в холодном останове. Ядерное топливо не работает, оно оттуда не выгрыжено. И большой вопрос, сможет ли это топливо дальше работать. Поэтому не исключено, что для перезапуска этой атомной станции, какого-то из этих блоков, придется перегружать полностью активную зону. А не одну четверть или одну треть, как это делается в обычных процессах перегрузки и загрузки свежего ядерного топлива. Отдельный вопрос. Есть ли достаточный объем свежего ядерного топлива на Запорожской АЭС, в первую очередь российского, потому что Росатом, скорее всего, не будет работать на американском топливе. Они попытаются, скорее всего, запускать блоки, которые работали на российском топливе. И, соответственно, им нужно будет свежее российское ядерное топливо. Если его в достаточном количестве нет за атомной станции в хранилищах, его придется туда везти. И это, естественно, вызовет новые дополнительные риски, потому что перевозка ядерных материалов и свежего ядерного топлива по территории военного конфликта несет дополнительные риски. Ну и здесь общие выводы, да, что по нашему предположению, если Росатом будет запускать какие-то блоки, скорее всего, это блок либо два, либо шесть, где загружено российское топливо и где есть оборудование для работы именно с этим топливом. Перевозка ядерных материалов вызовет дополнительные риски. И важный аспект, что в отличие от вопросов водоснабжения и подключения к сетям, перегрузка топлива не может объясняться тем, что это делается для повышения безопасности станции. Это может делаться только для того, чтобы запустить этот энергоблок. Поэтому, несмотря на то, что миссия МАГАТЭ на станции имеет множество препятствий в своей работе и их не пускают везде, скорее всего, они заметят этот процесс и он будет однозначно указывать на то, что какой-то блок готовится уже к перезапуску. Скорее всего, это будет выяснено инспекторами МАГАТЭ не позже, чем за несколько недель до пуска. Поэтому за этим очень важно следить. Ну и общие выводы по трем этим техническим аспектам, суммируя все ограничения. Общий вывод мы делаем, что если Росатомы попытаются готовить эту атомную станцию к перезапуску, то речь может идти о запуске не больше одного энергоблока. Скорее всего, это блок 2 или 6. Технически Росатом может делать подготовку к этому решению. Часть из этих шагов может иметь собственную ценность, например, перед подключением к своей энергосистеме или повышение энергоснабжения. И это может объясняться вопросами повышения безопасности. Но вопрос ядерного топлива это уже окончательный вопрос. И скорее всего, это будет делаться после того, как будет принято уже политическое решение о перезапуске атомной станции. Судя по всему, пока такое политическое решение не принято, но технически Росатом к этому готовится. И главный вывод о том, что, собственно, для чего мы написали этот доклад и проанализировали все эти вещи. Потому что разговоров о возможном перезапуске ЗАЭС в последние месяцы действительно все больше и больше. Они могут преследовать определенные цели и в политической сфере, и в дипломатической сфере. Но с технической точки зрения мы, как нам кажется, описали те моменты, за которыми важно следить, если мы хотим действительно понимать, что реально делается для подготовки к перезапуску атомной станции. В текущих условиях войны запуск хотя бы одного энергоблока резко повысит ставки в этом конфликте и повысит ядерные риски. Поэтому важно отслеживать фактическое состояние на станции. Инструменты отслеживания у нас есть, часть из них мы продемонстрировали в этом докладе. Поэтому важно следить за этими реальными шагами и отличать их от множества политических заявлений, разговоров, которые есть и, скорее всего, будут в ближайшие месяцы, а может быть и годы, вокруг этой темы перезапуска АЭС. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!